Кто любит хруст, лежит, улыбается. О, это люблю. А сейчас это дошло? Или уже легче? Было Женя, а сейчас уже не Женя, а просто как-то, не знаю, как это назвать. Просто от руки давление. Привет, с вами Олег Гудвин. И вот к нам приехала Юма, она спортсменка. Но, тем не менее, давай посмотрим на твою симметрию. Немножко тянешь вот это плечо вверх получается, оно выше, почти на сантиметр, чем вот это плечо. Сразу с визуальной диагностики начнем, да, по-быстрому. Тазовые кости смотрим, тоже чуть левое выше получается. Можно проверить состояние до ребер. Ну, по крайней мере, одинаково по четыре пальца. Соединяем руки вот так. И смотрим вот на эти щели спереди, да. Вот это уже щель, что говорит о том, что плечо, видимо, подается вперед, из-за того, что есть небольшой элемент сколиозов в верхнем грудном отделе. Теперь, смотри, закрытыми глазами соединяем руки вот так. Вот, видно, что пальцы чуть-чуть выше у левой руки, да. Это опять о том говорит, что все-таки сколиоз давит сюда, вот в эту сторону, да, в грудном отделе. И поэтому рука чуть-чуть удлиняется. Разворачивайся с первым окном. Наклоняй шею вперед. Ну, то, что убирает вот эту косточку остистого отростка, ничего страшного. Выпрямляй голову. Наклоняй. Ну, почти ровно идет. Немножко, когда наклоняет, влево, заворачивается голову влево чуть-чуть. Теперь вот так вот я нажму, потерпи. Больно. Здесь? Вот здесь. Здесь, да? Но не здесь. Вот так. А сюда? Нет. Где-то вот здесь. С этой стороны. Ближе к позвоночнику. Так, ну, просто надо шею растянуть. Так. Смотрим по уголку лопатки. Вот этот ниже на сантиметр получается. Ну, соответственно, плечо выше на сантиметр. Видно, да? Если подставить руки, видно насколько. Теперь с горпися так. И начинаем нагибаться вперед по одному позвонку вниз. Плечи висят, висят. По одному позвонку вниз. Вот чуть видно уже, да, что вырисовывался сколиоз правосторонний, небольшой. Сгибайся ниже. Ниже, 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 ниже. Еще, ниже, еще, 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 еще. Так, вот смотрим по вот этим. Ну, в принципе, почти равны по высоте. Реберные дуги. Еще сгибайся, насколько можешь. А мы держим вот тут над косточками. Все, дальше не можешь? С круглой спиной. С круглой спиной, да. Теперь поднимайся. Так, раскручившись. Вот при подъеме немножко палец вот этот съехал вниз. Еще раз прицелились. Вот он чуть ниже, на ямочках. А, вот сейчас выровнялись. Вот в таком положении выровнялись пальцы. Поднимайся. Опускается. Значит, ездит таз вот туда-сюда, вот эта половинка. Ложись теперь на спину. Лицом туда. Вот, да, напомню сюда. Так, проверяем линию ног по вот этим косточкам. Ну, в принципе, жалвны по пяткам. Смотрим, тоже равна длина ног, нормально. По большим пальцам тоже все равно. И по вот этим косточкам перения. Так, немножко вот это выше получается относительно стола. И относительно тела это вот сюда завернуто. Значит, надо нам будет это вот туда ставить. Вот так вот заворачивать. Переворачивайте теперь. На спину. Спина вверх до. Смотрим по ямочкам. Теперь относительно позвоночник поровнее человека положим. И относительно полясницы. Расстояние равны, в принципе, вот сюда уже прямо. Сустав ППС. Вот здесь у меня, как раз, с правой стороны больше чувствуется, чем с левой. Боль, да? Болит немножко. С правой стороны. Даже не болит, а просто в напряжении небольшом. Растягиваешься, проверяем крестец. Крестец. Тоже чуть-чуть повернут вот сюда. Наклоненка получается. Значит, как я и говорил, вот эту часть тебе надо вот туда вот вытягивать. Значит, каким способом мы это будем делать? В первую очередь, за воздушную кость хватаемся и вытягиваем у коясницы вот туда. Это что у тебя хрустит? Вот так поясница, да? Угу. То есть, по логике, если тут сколиоз немножко правосторонний, кстати, может быть так, что вот мы щупаем, а они остистотрустки на месте, а внутри, вот остистотрусток, внутри тело позвонка развернуто. Если он правосторонний, то тут левосторонний. Так, что у тебя поясница хрустит все время? Ну, у меня всегда так хрустит, при скотках. Угу. Угу. Так, тазовую кость, соответственно, развернули. Расшатали, расшатали. И... Немножко тебя пробьем. Так. Ну, нервное окончание отдает сильно. В ногу стреляет? Ну, нет. Померность. Так, расслабь. Ясница. Еще, еще. Тоже отдает? Ну, здесь даже было приятно, как будто прям уши. Ну, смотрите, сейчас будем отодвигать таз, ноги тогда вот сюда, ногу на ногу, так вот, вроде, сверху, да. И вот прям туда впиваем с локтем. Терпимо? Да. Ну, тогда это именно нервное окончание в углу стреляет. Спереди, да, получается? И еще раз ногу расслабили. Держись ровно. Вдох. Вдох. Вот как ты вся хрустишь. Ну, и она, я в жизни всегда. И еще отдых. Я чуть-чуть голову верну, сама ничего не делай. Так. Ну, как, живая? Угу. В другую сторону. Вот уже, да. Так. Чуть-чуть подтяну тебя сюда. Вот за чуть-чуть. Все. Вот эту ногу. Ага. Переворачивайся. Чувствую, что от бедра прям натяжение. Вот отсюда, да? Угу. Ну, там неважно, как тебе удобно. Может, ты сюда подвинется. Ну, в принципе, у тебя все ровно так нас интересовали вот вот эти вот косточки. Ну, они уже выровнялись. Сейчас немножко поправим стопы. Кто любит хруст? Улыбается. Все любят хруст. Здесь бедра болит. Во время поперечного шпагата мне сложно сразу садиться из-за одного вот этого вот, да. Из-за бедра. Сейчас болит? Где жму? Ну, у меня очень сильно вот здесь прям сухожилия натянуты. Я всегда вот эти части массирую. Да, натянутся всегда вот сухожилия. На другую. Натянуты. Это где хрустало? Колено или бедро? Скорее всего, колено. Да. Я чувствую утешение в коленочке. Здесь. Туда, обратно. И когда таз меняет положение свое, ну, как бы, когда бывают такие зажимы, у меня колено правое отдаёт. Ну, то есть болезничное. Вот сейчас не болит, да? Вот лезь. Ну, я чувствую, что вот в этой стороне прям, да, вот немножечко, как бы, если помассируется, оно пройдёт больше вообще. Ну да, там оно уже расходило, еще чуть-чуть рассталось. Теперь держи ногу вот так на весу, руками за стол. Я давлю вместо и сопротивляюсь. Так, нормально. Опускаем. С этой стороны держи. А тут, видишь, слабее как-то. Вот. Это мы протестировали пояснично-подвздошную мышцу. Значит, сейчас мы её включим с этой стороны. Надо было залезть за косточку. Не щекотно. И не больно, да? Я обычно сытый. Сейчас чувствую. А-а-а! Женя небольшой такой. Отпускай, она бы отпускай. Сейчас выйду, еще разойдём. Вот тут Женя, да? Ну, не знаю. Или уже легче? Здесь другие чувства. Было Женя, а сейчас уже не Женя, а просто как тут… Не знаю, как это назвать. Ну, просто другие давления. Да? Ну, как рези. А, рези? Покалывание такое, да? Ага. Ага. Так, теперь здесь. Вот сюда. Вот, да? Туда её чуть-чуть в пояснице. Ну, это надо подробнее смотреть. Ну, у меня поджатая больше правая сторона, на самом деле. Вот уже на весу ногу. Ну, вот видишь, вот уже включились мышцы. Ну, вот здесь тоже, да, это все пояснические поддрочные мышцы. Да. Они идут вот туда, потом к заседающему костю, там запираться на мышцы. Вот здесь массируют, туда вот как, где вы нажали, там отдаёт праву колу. Туда отдаёт, да? Ага. Так, еще раз расслабились, расслабились. Нет, ты меня не пускай шут. Вот. Сейчас зашли. Так. Тоже туда отдаёт, да? Сейчас вот здесь всё. Пока туда не отдаёт. Вот. Вот когда поворачивается, вот сюда уходит. Угу. Такой не менее здесь даже появляется. Вот тут уходим. Ай, как больно здесь очень сильно. Так, ушёл. Может быть, опять больно? Может быть, спайки. У меня была операция в апперскопии. После этого пошли проблемы с позвоночником. Вот сейчас нормально? Сейчас да, но там просто... Возможно, там есть спайки, да. Угу. Угу. Вот сейчас. Терпела? Чувствую, но не такая резкая боль. Так это, наверное, после операции вот эти мышцы. Ну, да. Угу. Угу. Вот так мы поясничную мышцу, которая за брюшиной находится с той стороны, прорабатываем микродвижениями бедра на отведение бедра, на приведение его. Ну, я чувствую, что там уже легко, мягко всё. Да? Ну, временами, когда вы крутите, в каком-то моменте чувствуется. Так, вот здесь ещё раз. Ага. Ну, там дает прям вот съесть бедро полностью. Да, вот это мышцы проверим. Не больно? Ну, здесь как бы чувствую, но не больно. Запирательные мышцы, она соединяется с подвздошной и вот здесь. Угу. Есть, да? Так, наверное, чуть-чуть посильнее. Что? Прямо прочувствовать? Да. Терпима пока? Да. Да вообще ничего не чувствую сейчас. Там нужно прям вот... Вот, вот прям вот сюда полностью прям прям рвёт. Вот как-то куда-то попадается, что прям рвёт. Сейчас немножко тоже прям экологи. И с этой стороны, да? И с этой стороны. Угу. Вот я прям туда захожу через... А, вот здесь прям сильно режет. Чуть-чуть двигается обратно. Угу. 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 Мне кажется, что нужно было чуть-чуть прям выше, чтобы было. Давай, давай выше, да. Расслабилась, расслабилась. О, дошло. Улёт, да, сразу такой? Где в шее было или ещё ниже пошло? Нет, прям в средину грудного тоже, не в средину грудного. Ну всё, отлично, можешь вставать. Благодарите. Расскажи, как твои ощущения? Очень круто, классно, прям такая лёгкость сразу в теле. Да, приятно просить чистая гибкость образовалась в теле. До новых встреч, дорогие дамы и господа. Приходите, мы с вами ещё и не такое сделаем. Подправим всё, сход и развал, починим. Всё будет отлично, будете летать и хорошо спать. Спасибо.